Бинарный салют, друзья! На связи снова Инженер Спок. И мы продолжаем серию роликов по C-Sharp, а именно про объектно-ориентированное программирование. В этой уже шестой части поговорим про перечисления, напишем структуру данных stack для работы с любыми объектами, а затем сделаем его обобщенным, после чего поговорим о for each и innumerable, а завершим обсуждением ленивых вычислений. Поехали! Еще одной конструкцией в C-Sharp наряду с классами и структурами являются перечисления. Но, спешу вас обрадовать, перечисления, в отличие от классов и структур, они гораздо более простые конструкции сами по себе. Они не имеют, как таковых, конструкторов, полей, свойств, методов и так далее. Что такое перечисление? Перечисление — это конструкция, которая позволяет задать несколько состояний. Ну, например, смотрите. У светофора есть три состояния, да? Желтый свет, красный свет, зеленый свет. Возможно, вы бы захотели смоделировать светофоры классом. Ну, ничто не мешает. Однако, зачастую мы используем просто перечисления, когда это удобно, когда нам не нужно никаких сложностей. Ну, давайте приведем пример. Для начала рассмотрим просто синтаксис. Вот я здесь... Ну, давайте, наверное, создадим даже классик. Не здесь, в программ.csa, отдельный файлик сделаем. Назовем его enums. Значит, и как объявляется enumeration? Enumeration значит перечисление. Сделаем его public. Ключевым словом enum вместо класс. И, ну, пусть будет traffic light, да? Как мы говорили, светофор. Так же, как класс, только вместо класса enum. А дальше через запятую мы перечисляем состояние. Red, на следующей строчке у нас yellow и green. Вот и все. Если перенести, например, на наш класс character, вот у нас там была раса, да, персонажа. Мы эту расу там сейчас передаем строкой. Однако лучше гораздо ее передавать в качестве enumeration. Например, у нас там ограниченное количество рас есть, да? эльфы, орки и земляне. Elf, orc, terrain. Во-первых, просто пока мы еще отсюда не ушли, сразу дополню, что на самом деле у каждого значения перечисления есть ассоциативное, ассоциируемое с ним число. Если оно не указано, то оно есть неявно. И начинается оно с нуля. То есть вообще говоря, просто неявно любой enumeration, он наследуется от int, от типа int. Если мы так запишем, ничего не изменится. Это то же самое. Мы можем унаследовать от байта, например, или еще чего-нибудь. Это я в жизни ни разу эту не использовал, этот механизм, не указывал здесь наследование. Я просто показываю, как это работает. То есть реально здесь наследование есть. И вот этого типа, который здесь мы указываем, он используется для назначения числа. То есть реально по умолчанию здесь написано равно 0, равно 1, равно 2. Это тоже просто от нас скрыто, когда мы ничего этого не указываем. Почему я зачастую говорю про фичу какую-то и говорю, как часто я ее на своей практике использовал? Ну, я обычно так делаю, чтобы новички понимали, насколько эта фича важна. Я стараюсь останавливаться более подробно на тех фичах, которые вы будете использовать ежедневно, которые используются постоянно. Про всякие редкие моменты, вещи не совсем обязательные. Я стараюсь упоминать вскользь, потому что курс по такому достаточно сейчас уже сложному языку программирования, как C-Sharp, он и так сложный без того. Поэтому я стараюсь опускать всякие такие подробности и делюсь своим опытом, чтобы новичок понимал, насколько релевантна эта вообще фича и насколько часто она используется в жизни. А то вот если я этого не скажу, а просто скажу, что так можно делать, то новичок возьмет и будет везде это лепить. Хотя в реальности вот это практически никогда не прописывается. То есть реально здесь всегда используются интеджеры и неявно здесь поэтому прописан этот самый интеджер. А вот значения иногда все-таки проставляются. Мы, если указываем их явно, то есть если они указаны неявно, то они всегда идут от нуля и от 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть если мы еще добавим следующий, у него будет ассоциирован с ним номер 3. Что значит ассоциирован и как этим пользоваться, мы сейчас тоже посмотрим. Но если мы прописываем явно, мы можем здесь любые инты ставить. Абсолютно любые инты можем ставить. Какие захотим, такие и проассоциируем. Ну, смотрите, почему нам выгодно сделать расу энумерейшеном? Как она сейчас у нас сделана? Она сделана строкой. И я вам, когда рассказывал про конструкторы, я говорил о том, что конструкторы призваны защищать состояние, изначальное состояние объекта при его конструировании. Но строка нас защищает от того, как бы защищает от того, что наш класс может быть создан вообще с неинициализированным рейсом. Но на самом деле строки это довольно особый тип данных такой, которым можно представить все, что угодно. Ведь в строку можно передать число. Сюда можно передать любую абракадабру. Сюда можно передать null, потому что string это reference type. И чего? У нас в расе будет записано абракадабра. У нас в расе может содержаться реально число, которое представлено строкой. Разве это защита? И в таком случае, поскольку раз их предопределенное количество, весьма небольшое, в нашем случае всего три, лучше использовать все преимущества строготипизированного языка программирования, такого как C-sharp, и использовать строгий тип, в данном случае тип enumeration, грубо говоря, тип вида enumeration, который называется race, и потребовать его передачу здесь. Ну, во-первых, мы обязаны заменить тип самого свойства, естественно, на этот самый race, и требовать именно передачу enumeration. Теперь, когда вызывающий код попытается воспользоваться характером, то есть создать его, равно new character, интеллисенс даже сразу подсказывает, что ты должен, батенька, пользоваться enumeration. Race, точка, и должен передать какое-то значение отсюда. Elf, кстати, интеллисенс подсказывает, что эльфу соответствует нолик, орку единичка, тирейну два. Это, по сути, такие именованные константы в виде перечисления, то есть сгруппированные константы именованные. Если это эльф, ну, будьте здоровы, передаем эльфа. Вот таким образом мы работаем с перечислением, то есть обращаемся к имени перечисления, точка, и представляем значение. Ну и теперь заметьте, да, пользователь, то есть пользовательский код, да, не может сюда передать никакую билиберду. И, соответственно, наш класс, его состояние стало еще более защищенным. Ведь сюда можно передать только валидные расы, которые мы предопределили заранее. Сюда нельзя передать никакую чушь. Я сейчас приведу немножко искусственный пример того, как можно использовать ассоциированные значения. В данном случае я бы, наверное, так не проектировал, однако, чтобы было понятно, понятен смысл того, как иногда используют эти самые ассоциированные значения, я приведу все-таки такой пример. Предположим, что защита у разных рас, она различается. И у эльфа, ну, там, скажем, броня, да, у эльфа она там равна 30, у орка она равна 20, ну, вообще у орков обычно, наверное, больше. Хотя у них атак обычно больше. Ну, в общем, ладно, не будем сейчас углубляться. Земля не самые, пусть будут слабые у нас, да. И теперь вот мы можем воспользоваться этими значениями. Следующим образом мы перейдем в характер. Здесь я в Armor присвоил просто по умолчанию 30. Но вот представим, что Armor зависит от этой самой расы. И мы проставили там ассоциированные значения. Мы можем сделать следующим образом. Мы можем привести инстанцию enumeration, которую нам сюда передали, к int. Не забывайте, это вот как раз вылазит та информация, которую я говорил, что enumeration наследует от int. Неявно. И все значения, которые мы присваиваем, они типа int. Поэтому мы можем инстанцию enumeration скастовать к этому типу, привести к этому типу. И сюда будет записано соответствующее ассоциированное значение. Вот каким образом иногда эти ассоциированные значения используются. А если бы мы не использовали здесь ассоциированные значения, мы могли бы в зависимости от расы, например, сделать здесь switch case, switch сделать на рейсе и перебрать кейсы. То есть case race.elf. Elf у нас armor равно... Ну, что я там проставлял? 30, да? Armor равно 30. Break. Case race.org. Armor равно... Что там было? 40. Break. И case race. Точка... Что у нас там было? А, terrain. Armor равно 20. Break. А в дефолте... Ну, обычно на самом деле здесь выбрасывается исключение. Мы отдельно про них поговорим. argument exception, то есть, грубо говоря, с вашим аргументом, который вы передали, что-то не в порядке. Неизвестная раса. Неизвестная раса. Здесь break тогда не обязателен. Вот таким образом мы могли бы установить armor, если бы не установили там ассоциированное значение. То есть, иногда ассоциированные значения упрощают код. В иф-статементах, если бы мы сделали то же самое, но не с вич-кейсом, в ифах использование enumeration выглядит, ну, таким, например, образом. Race равно-равно. То есть, мы всегда обращаемся вот именно к enumeration через его имя. То есть, к значениям перечисления именно как к статическим членам. Ну, и здесь уже тогда ничего тут необычного нет. Ну, здесь то же самое будет. Ну, и так далее. И тому подобное. Я просто хотел продемонстрировать синтаксис работы с enumeration в различных ситуациях. Но, в принципе, здесь ничего не отличается от того, что мы уже видели. То есть, работаем с ними как со статическими членами. Race равно-равно. Что у нас тут? Elf остался. На самом деле, мы могли бы здесь просто else написать. И во всех случаях дальше присваивать armor. 30. Ну, а если мы хотим полностью сдуплицировать наш switch-кейс, то тогда надо абсолютно все в else-иф и запихать, а в else-иф выбросить вот такое исключение. Это уже будет эквивалентный полностью по смыслу код. Вот такие дела. Вот так синтаксически мы можем работать с перечислениями. Отлично. В этой лекции вы изучили еще один конструкт C-sharp. Достаточно полезный. Пользоваться вы ennumeration'ами будете в том числе и при использовании базовой библиотеки классов, потому что в базовой библиотеке классов часто требуется передача ennumeration'ов. И благодаря IntelliSense'у вы не сможете туда передать какую-то билиберду. Вам IntelliSense скажет, используйте ennumeration. Вы пропечатаете его, нажмете точку и будете выбирать из доступных вариантов. Так что используйте ennumeration'ы, когда у вас есть предопределенное количество состояний неких, некое перечисление. В данной лекции я привел два примера. Можете на них ориентироваться при проектировании своих классов и перечислений. Они могут, как видите, естественно, нормально друг с другом взаимодействовать. И не забывайте, что ennumeration'ы помогают навязать строгую типизацию, то есть защитить, например, ваш класс от передачи ему какой-нибудь ерунды. Поэтому если у вас есть аргумент, в который можно передать только несколько значений, рассмотрите возможность выкатить именно перечисления и потребовать передачу перечисления. Не обязательно в конструктор, вы можете потребовать передачу перечислений в какой-нибудь метод. Вот. И так далее. Данная лекция открывает мини-серию лекций, которые будут посвящены проблеме типа Object. Эта проблема быстро вскроется, и мы ее будем уже решать с помощью дженериков, то есть обобщений. И затем мы поговорим о некоторых интерфейсах, предоставляемых базовой библиотекой классов. Посмотрим, как их использовать и для чего. Мы ранее по курсу упоминали о таких типах данных, как Stack и Queue. Да, Stack и Очередь. И даже смотрели, как пользоваться встроенными Stack и Очередью, встроенными в базовую библиотеку классов. Мы их инстанциировали. В Stack пушили несколько значений, потом оттуда их возвращали, делали Pop. Pop удаляет из Stack элемент, который пришел туда последним, а Pick просто возвращает элемент, который пришел последним, не удаляя его. Давайте собственноручно попробуем реализовать такой Stack, который предлагается базовой библиотекой классов. И для начала, поскольку мы притворимся, что мы не знаем, что такое дженерики и обобщения, хотя вы ими пользовались, вот когда в угловых скобках записывали тип, вы пользовались обобщениями, но в данной лекции мы будем пользоваться обобщениями не как потребители, а как разработчики класса, который дает возможность пользоваться обобщениями, то есть инстанциировать этот класс с использованием синтаксиса обобщений, указывая конкретный строгий тип. Но начнем мы с построения стека, который базируется на обжекте. Ну, почему на обжекте? Опять же, ну давайте создадим класс, и уже об этом поговорим непосредственно. Создадим класс, давайте назовем его myStack, не мудрствуя лукаво, чтобы не было коллизий с обычным стеком, хотя мы, безусловно, можем их отделить с помощью namespaces, понять, где какой стек встроенный в BCL, а где наш. Но тем не менее, чтобы не разбираться с этим, мы просто объявим myStack, и поскольку мы не знаем, что такое дженерики, перед нами стоит задача реализовать класс, который дает возможность людям пушить любой объект, делать поп и так далее. Но дженериков-то нет. Люди захотят создавать инстанцию стека и работать, например, с интами, а кто-то захочет со стрингами, кто-то с чарами, кто-то захочет стек буллионов, кто-то захочет стек еще какого-то типа стек даблов, кто-то захочет стек флоутов, кто-то захочет стек своих классов, кто-то захочет стек своих кастомных структур, собственноручно написанных. Что мы можем сделать? Мы не можем написать myStack for ints, реализовать здесь только работать с интеджерами внутри, реализовать еще один класс для стрингов, реализовать еще один класс стек для работы с чарами, еще один класс myStack для работы с буллианами. Но это же идиотизм. Это идиотизм, по крайней мере, по той причине, что количество типов, оно бесконечное, по большому счету. Конечное только количество примитивных типов, встроенных в BCL. Но люди, как я уже сказал, могут захотеть создавать стек своих кастомных классов. Им ничто не мешает это делать. работать с ними, храняя их в стеке и обращаясь с ними, как положено обращаться с элементами, хранимыми в стеке, которые обеспечивают именно добавление в конец и извлечение с конца. Единственный способ написать такой класс единожды, без использования дженериков, это использовать тип object, потому что в object можно запихать все, что угодно. Давайте реализуем такой класс. Будет базироваться он у нас на массиве. Это у нас, значит, массив обжектов. Назовем его items. Кстати говоря, зачастую приватные поля, но это предмет договоренности уже не то, что всех программистов C-Sharp, а конкретной команды. Кто-то предпочитает приватные поля именовать со знаком подчеркивания, а кто-то предпочитает просто с маленькой буквы. У меня нет какого-либо предпочтения, на самом деле я уважаю тот и другой выбор. И давайте создадим два конструктора. Один будет явно созданный конструктор по умолчанию, publicMyStack, который не принимает аргументов, который создает здесь, на самом деле можно обойтись без const в данном случае, но это просто более эксплицитно, более явно. Говорю о том, что здесь мы создаем неизменяемый variable, default capacity, то есть размер нашего аррея, массива по умолчанию, он будет состоять из четырех элементов изначально при создании MyStack. Так, new object, default capacity. И еще один создам конструктор, который позволяет все-таки внешнему коду передать в явном виде изначальной capacity. То есть размерность стека. Размерность стека равно new object of this capacity. Значит, создаем массив типов объект вот такой вот размерности. Итак, для того, чтобы навигировать по нашему массиву, нам нужен каунтер. Создадим здесь каунтер типа интеджер и сделаем его свойством, чтобы внешний код мог почитать. Но записывать могли только мы, в смысле модифицировать. А чтобы внешний код мог почитать емкость, мы создадим свойство capacity. Capacity, и оно будет вообще read-only. Оно будет возвращать свойство length. Вот таким образом. Так, еще раз. Между каунт и капэсити есть большая разница. Каунт – это количество реально хранимых объектов в массиве items. По умолчанию каунт будет 0, потому что при создании стека в нем нет объектов. Однако капэсити будет по умолчанию, например, 4. Если кто-то создаст стек и передаст в конструктор, скажем, 10, то капэсити будет равняться 10. Ну, короче говоря, он возвращает количество возможно хранимых элементов в массиве, то есть в длину массива. Надеюсь, теперь разница между каунт и капэсити ясна. Давайте реализуем операцию push. public, void, push. И нам передают object, item. Мы принимаем object, ведь у нас массив объектов. Что делать? Нам нужно обработать две ситуации. Когда у нас массив items еще не заполнен и когда заполнен. Как обнаружить эту ситуацию, когда он заполнен? Очень просто. Если items length равняется каунт, то в таком случае нам нужно временно вот здесь вот объявить массив большего размера, то есть увеличить надвое larger array. Инициализируем его. Размерности он будет такой. Ну, двойной, да? В два раза увеличиваем размерность. Затем с помощью метода copy копируем в только что созданный массив наш массив items. Указываем количество копируемых элементов. Мы копируем абсолютно все элементы в массив большего размера. А затем в items записываем ссылку на наш только что созданный в памяти большего размера массив. Таким образом, мы здесь, когда человек пушит элемент, ну, хочет запушить элемент, а мы видим, что пушить его некуда, потому что уже все индексы забиты в массиве, мы создаем массив большего размера в два раза, копируем туда все наши элементы, которые мы имеем, и присваиваем items ссылку на массив большего размера. Ну, и надо, конечно же, не забыть положить туда наш item, который добавляет человек, да? Мы можем это сделать так. Мы добавляем его по индексу count, присвоить item, а после этого count сдвинуть на единичку. Ну, все-таки количество хранимых элементов же увеличилось. Либо записать это в одну строчку. Вот таким образом. Я уже рассказывал про приоритет операций, и приоритет взятия индекса, он более приоритетен, чем постфиксный инкремент, поэтому будет здесь присвоен item по индексу count, а инкремент произойдет после этого. Отлично. Реализуем метод pop. Если человек пытается изъять элемент из уже пустого стека, то мы должны выбросить исключение и сказать, что это невозможно. Для этого надо проверить, что count равен нулю. Если он равен нулю, то есть элементов нет, то pop вызывать нельзя, да? Поэтому, ну и мы сами, ну что мы будем делать, если вызвали pop, а counter равен нулю? За этим должен следить вызывающий код. Это не наша проблема. Мы кидаем invalid operation exception. Более подробно мы об exception еще поговорим, но просто вы можете здесь видеть синтаксис, да? Таким образом, throw это значит бросить. Мы выбрасываем исключение и ну, если вызывающий код его никак не обрабатывает, то вызывающий код упадет. В общем, это его проблема. Мы защищаем наш класс от того, чтобы метод pop был вызван в той ситуации, когда counter равен нулю. Ну и мы должны изъять элемент. Здесь мы делаем префиксный декремент, поэтому сначала будет сделан декремент, а потом будет обращение уже по индексу декрементированному. И здесь мы присваиваем, наверное, null, ну потому что это значение по умолчанию у объекта, да? Изъяли и затерли там значение. И также нам нужно реализовать пик, который возвращает объект. Ну а пик у нас должен возвратить, значит, последний элемент. Кстати говоря, когда вызывают пик, а у нас counter равен нулю, мы также ничего не способны возвратить вызывающему коду и должны сказать, что вызывающий код сам дурак. Делаем это мы всегда посредством выброса исключений. Если вы сейчас не понимаете концепцию исключений, ничего страшного, вы можете дойти до темы исключений, которую мы уже скоро рассмотрим, затем сюда вернуться, ну или вообще мысленно представить, что мы здесь сделали, я думаю, вы сразу поймете, в чем здесь смысл. Все, что нам нужно сделать, это сделать return items count минус 1. Мы здесь не декрементируем counter. конструктор. Мы берем элемент последний, а чтобы его взять, нужно из count вычесть минус 1, не забывайте, индексы у нас идут с нуля. Так, ну и что ж, кажется, базово мы вполне себе реализовали стэк, можем теперь пройти в программ.cs и попробовать им воспользоваться. myStack равно new myStack у нас есть две перегрузки конструктора, по умолчанию будет длина массива 4, либо можем передать какую-то начальную, какая нам нравится. Давайте ничего не будем передавать, давайте сделаем push, мы можем передать что угодно, давайте единичку, давайте передадим двоечку, троечку, теперь выведем на консоль последний добавленный элемент, для этого служит метод pick, затем давайте вызовем метод pop, извлечем последний элемент, снова вызовем pick, мы, грубо говоря, тестируем наш только что написанный класс, как он работает, работает ли он правильно, да, можем на самом деле, так, у нас сейчас два элемента, изначальная у нас длина массива 4, давайте попробуем добавить снова тройку, четверку и пятерку, чтобы у нас произошло расширение стека, убедимся, что тут ничего не падает, что все работает, еще раз вызовем pick, ну и вот теперь мы можем запустить наш код и проверить, что все работает, три, после того, как поп сделали, то есть тройка удалилась, пик вернул двойку, затем мы запушили 3, 4, 5 и пик вернул 5. А вот мы собственноручно с вами реализовали первый действительно серьезный класс, которым действительно можно пользоваться. А теперь поговорим о тех проблемах, которые несет с собой такая реализация стека. Мы работаем с обжектами. Таким образом, я могу здесь вполне засандалить туда строку, я могу засандалить туда boolean, я могу туда засандалить любой чар, я могу туда отправить какой-нибудь дабл, короче говоря, все что угодно. Я могу туда отправить экземпляр, что мы тут создавали, какие типы характера. Вот таким вот образом. И пока мы просто делаем пик, поп, выводим все это дело на консоль, проблем мы не имеем. Однако, если мы начнем работать в цикле со всеми этими элементами, как-то унифицировано, например, мы же например можем по ошибке туда напихать разных типов, понимаете, это может произойти совершенно непреднамеренно. Если потом вы где-то делаете скажем while давайте здесь организуем такой цикл while ms count не равен нулю делать значит парсить последнее значение выводить на консоль да да int parse мы не можем сделать мы можем привести к int вот так parse принимает string а здесь мы просто кастуем в явном виде к типу который нас интересует и соответственно делаем pop то есть хотим пройтись абсолютно извлечь все элементы из стека и все сконвертировать к int выводя на консоль как я уже сказал это может быть вполне валидный код мы хотим пройтись по стеку и сконвертироваться к нашему типу который мы туда запихали мы вот например реально сами себе в голове думаем что там везде int что там везде интеджеры но этот стек он может содержать не только интеджеры и кто-нибудь совершенно непреднамеренно поверьте мне такое часто случается непреднамеренно через сложные вызовы кода какие-нибудь вычисления туда залетела абра фолз эй 0,3 да что угодно и тогда что будет будет следующее f5 вот что будет invalid cast exception который мы увидим только в рантайме если вдруг такой код каким-то образом прошел в релиз мы выпустили его то у клиента возникнут проблемы у него программа не будет работать программа у него просто не будет работать и вот этого призвано избежать как раз обобщение потому что обобщение навязывают строгую типизацию когда мы указываем с каким типом будет работать наш стек и когда мы укажем этот тип никто не сможет туда напихать неизвестно чего и это защита нас от самих же себя потому что программисты это обычные люди с человеческим фактором и они склонны допускать ошибки а строгая типизация что си шарп это строго типизированный язык она призвана навязать нам ограничения то есть мы ну мы сами себя ограничиваем строгой типизацией чтобы не допустить ошибок и в следующей лекции давайте исправим наш класс майстек и сделаем так чтобы этот класс стал обобщенным итак в прошлой лекции мы наделали ерунды как будто бы у нас не си шарп 8 а си шарп 2.0 а точнее даже не 2.0 а 1.0 потому что дженерики появились в си шарпе 2 это в третьем появились методы расширения я запутался немножко так перейдем обратно в наш стек значит для того чтобы сделать наш класс дженериком дженериковым то есть обобщенным нужно к нему подписать вот такие вот скобочки и указать не тип а имя обобщения и по умолчанию по соглашению эти типы именуются как т иногда если их два потому что на самом деле класс может работать с двумя обобщениями с двумя обобщенными типами т т к еще т в в это велью к это ки ки то есть ключ в в люп поэтому еще вы можете увидеть в дикшнери объявлен как т ки т в лью что он работает с обобщенными ключами обобщенными значениями там для ключа можно задать тип и для значения тип но у нас здесь один тип мы его назовем t а теперь везде где мы используем обжект мы используем этот самый t так t это какой-то тип какой мы не знаем какой так t t то есть мы с ним обращаемся как с типом но это само по себе как бы не тип мы не знаем что это за тип так 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 что здесь не так к на темп ли так объект а где объект а этом а принимаем мы в push также t здесь мы не можем присвоить null потому что t неизвестно какого типа не все типы поддерживают null например value type они по умолчанию примитивы например они по умолчанию ноль и для этого есть такая конструкция default это ключевое слово и в скобочках указываем имя типа default t то есть вот ну компилятор на самом деле говорит что можно даже вот так написать по-моему раньше так было нельзя это опять же с какого-то c-sharp появилось с какой-то версии раньше писалось вот так то есть это значение по умолчанию будет присвоено для заданного типа t окей ну раз можно еще более коротко запишем так так и все мы исправили наш класс теперь он стал обобщенным и теперь никто вот так вот создать его не может теперь тот кто создает этот класс обязан в скобках указать тип с которым он хочет работать вуаля мы создали стэк интеджеров и теперь компилятор говорит что фигушки тебе не надо сюда засовывать строки не надо сюда засовывать булианы не надо сюда засовывать ну кстати говоря чар он сконвертировал это эта структура он сконвертировал его к инту на самом деле это наверное не будет ошибкой мы будем работать с именно целочисленной репрезентацией этого этого чара поэтому это кстати нормально но смешно что так получилось все это в общем он запрещает теперь так что мы можем ну честно говоря теперь к инту здесь конвертировать ничего не надо потому что так минутку пик должен возвращать т не надо возвращать объекты и теперь как бы конвертироваться тоже нечему не к чему пик говорит что он возвращает интеджер а если мы здесь скажем стринг и передадим сюда строчки то да кстати стринг пик теперь говорит что возвращает стринг то есть управление типом происходит в компайл тайме мы еще не запустились а компилятор нам не дает наделать какой-то ерунды он не дает нам отстрелить себе ногу вот зачем нужны дженерики да кстати это тоже теперь видите не компилируется мы объявили здесь стринг левую часть можем объявить как вар чтобы менять только в одной части тип объявим int это не работает это работает супер ну можем запуститься посмотреть что будет контроль F5 па-бам invalid operation exception так а почему ну вот кстати интересный случай что у нас здесь не так давайте запустимся с отладкой F5 а пик вызван когда counter равен нулю у нас так 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 а ну правильно вот это мы сделали все правильно здесь мы скажем так запопили все элементы а потом сделали пик ну все правильно наш класс себя защитил от нас дураков вот вам и пример инкапсуляции то есть защиты состояния объекта я прекращу дебаггинг здесь теперь все понятно короче говоря вот мы и создали наш первый полноценный класс да не просто класс а класс обобщенный который навязывает строгую типизацию клиенту перекладывает обязанность декларации типа который будет храниться в стеке на плечи клиента клиент радостно указывает и радуется жизни потому что клиент теперь не сможет отстрелить себе ногу пользуясь нашим стеком вуаля вот для чего нужны дженерики все просто в прошлые лекции нам удалось запилить свой стек и мы здесь организовали проход по нему с помощью цикла while однако когда мы использовали в одной из лекций ранее стек встроенный в BCL мы проходили по нему вообще-то for each то есть мы делали вместо while тут с каунтерами какими-то мы прям делали for each var in var item например in ms мы вот так делали пользуясь встроенным стеком кстати говоря мы можем воспользоваться встроенным стеком просто вот так сделать с учетом того что у него абсолютно такой же api то есть push peak бла-бла-бла вот это все ничего не меняется все компилируется все работает а вот с my стеком for each не работает а что он здесь говорит нам компилятор говорит что for each не может работать на переменных типа my stack of int потому что он не содержит публичного определения метода get enumerator я сейчас чуть-чуть совру но для базового курса по c-шарпу это будет намеренная такая маленькая ложь вот почему эта ложь следует разбирать в более продвинутом курсе потому что в 99,5% или 9,1% случаев это будет ложь во благо и она нерелевантна для большинства программистов короче говоря я хочу сделать такое утверждение что для того чтобы for each работал на неком экземпляре класса в данном случае my stack мы тоже хотим поддержать for each чтобы for each работал на экземплярах нашего стека для этого необходимо реализовать интерфейс inumerable еще раз упомяну это не совсем так то есть то что если мы реализуем inumerable корректно for each будет работать это правда не совсем правда то что именно это мы обязаны сделать на самом деле есть другой способ но это как я уже сказал тема advanced c-sharp курса я намеренно здесь ее опускаю для того чтобы поддерживать for each нам нужно на классе my stack реализовать интерфейс i enumerable i enumerable есть просто интерфейс i enumerable а есть интерфейс i enumerable of ну i enumerable of t в данном случае то есть дженериковый интерфейс интерфейс так же как и классы как вы можете видеть тоже могут быть дженериковыми то есть обобщенными я зажму контроль и нажму левую кнопку мышки стоя на i enumerable и перейду в определение значит i enumerable кстати говоря что такой out мы наверное посмотрим отдельно но пока это вот просто никак не интерпретируете i enumerable of t короче говоря вот он интерфейс он содержит метод get enumerator так здесь просто комментарий и этот самый метод get enumerator он возвращает i enumerator of t другой интерфейс этот i enumerable а этот i enumerator прежде чем мы перейдем в i enumerator я еще также хочу обратить внимание что i enumerable наследует i enumerable но только это интерфейс обобщенный а это не обобщенный вот если мы перейдем в не обобщенный мы увидим что здесь тоже get enumerator но возвращает он i enumerator не обобщенный то есть еще раз i enumerable обобщенный определяет метод get enumerator который возвращает также обобщенный i enumerator А inNumerable все то же самое, только речь идет о необобщенном интерфейсе, который содержит метод, который возвращает еще один интерфейс, тоже необобщенный. Ну так, теперь давайте зайдем в inNumerator. Так вот, этот самый inNumerator, он содержит свойство current, который возвращает экземпляр t. Наследуется он от необобщенного inNumerator, который содержит необобщенный current, который возвращает object, и два метода moveNext и reset. Таким образом, по той причине, что inNumerable, дженериковый, наследует не-дженериковый inNumerable, нам нужно будет реализовать два метода getNumerator, который возвращает обобщенный inNumerator и который возвращает необобщенный. Почему так сделано? Потому что вообще изначально был только inNumerable. Я уже говорил, что до C-Sharp 2.0 дженериков не существовало. И когда они появились, это, ну, скорее всего, было сделано для обратной совместимости, что ли, или что-то в этом роде. То есть взяли и новый интерфейс, который привнесли в BCL, а именно дженериковый inNumerable, его унаследовали от обычного inNumerable. Повесили на нас такое вот, грубо говоря, бремя, скажем так, реализовывать еще там дополнительный, пару дополнительных членов получается. Несколько лишних строк кода писать, в то время как в реальности мы object-ами практически не пользуемся. Ну, давайте на практике посмотрим, к чему это все ведет, потому что новичку, вот я сейчас тут рассказал, несколько типов, которые друг с другом взаимосвязаны, и это прям взрывает мозг наверняка. Я нисколько не сомневаюсь, потому что когда я только знакомился с C-Sharp, у меня были примерно такие же ощущения. Вот я здесь унаследовал inNumerable of T. Еще раз, inNumerable of T наследует inNumerable, так что нам не нужно, например, здесь еще inNumerable обычный наследовать, который не дженериковый. Я нажму контроль точкой, сделаю implement interface, и автоматически визуал студии генерируют два метода. Один getEnumerator, который возвращает inNumerable of T. Вот именно это мы видели в определении интерфейса inNumerable. А второй метод возвращает необобщенный inNumerable, который пришел из обычного inNumerable, тоже необобщенного. Оно здесь записано вот таким вот хитрым образом. Вот здесь вот просто getEnumerator, название метода. А здесь название метода, которое следует после наименования интерфейса и точки. Не обобщенного названия интерфейса, inNumerable точка. Так вот, это так называемая эксплицитная или явная имплементация интерфейса. В данном случае это явная реализация getEnumerator, определенного в обычном inNumerable. На самом деле, вот это тоже так же можно сделать. В чем разница? Получается, что вот этот метод от внешнего пользователя экземпляра MyStack будет спрятан. То есть, когда мы объявим экземпляр MyStack, вот этот метод мы не будем видеть через точку. Объявим экземпляр MyStack. Вообще-то мы можем прямо сейчас это сделать. У нас вот здесь есть MyStack, ms, точка, и мы видим getEnumerator. Но какой мы видим getEnumerator? Который возвращает inNumerator ofInteger. Это дженериковый как раз. Как раз вот этот вот. Он виден. А вот этот метод, который возвращает необобщенный inNumerator, он виден будет только если мы MyStack скастуем к inNumerable. Вот так вот. inNumerable. ms. Что-нибудь такое тут иезуитское сделаем. inNumer. Скастовали. Удалось нам скастовать? Или он говорит, что бла-бла-бла. А, ну в данном случае компилятор путается с типами. Мы ему сейчас скажем вот так вот. Все же таки сделаем то, что мы хотим. Указали ему, что мы хотим именно наш интерфейс необобщенный. Да? И вот теперь уже мы можем вызвать вот этот getEnumerator. Вот он, этот getEnumerator, необобщенный. И, соответственно, при вызове getEnumerator метода на переменный inNumer, к которой мы скастовали MyStack, будет вызван вот этот метод. То есть, по большому счету, явная реализация интерфейса эту реализацию самую как бы скрывает. А почему? Потому что, почему мы именно здесь и заинтересованы в этой явной реализации? Потому что этот метод, он нафиг никому не нужен. Я говорю, это как бы наследие такое старых времен. И с помощью вот этого явного определения, явной реализации интерфейса мы ее скрываем от внешнего пользователя. Окей, ну я вот это пока тут уберу. И давайте тогда разберемся, а как нам вот это все реализовать-то? Возвращают они inNumerator. То есть, экземпляр. Нам нужно здесь вернуть экземпляр класса, который реализует inNumerator. Давайте сделаем так. Мы отдельный класс определим. Public class. Назовем его stack enumerator и реализуем inNumerator ofT. Да, кстати, stack enumerator-то нам тоже ofT нужен. Обобщенное у нас все обобщенное. Ну, давайте реализуем то, что нам предлагает интерфейса inNumerator. Так, я сгенерирую реализацию интерфейса. Вот такая вот реализация по умолчанию у нас получается. То есть, inNumerator ofT, он так же, как и в случае inNumerable, наследует inNumerator не обобщенный. Поэтому не обобщенный член мы реализуем в явном виде. Да, похожая история, мы тут ее видели. А обобщенный реализуем как обычно. Пока здесь выбрасываются исключения, которые говорят о том, что все это не реализовано. Нам сейчас это надо реализовать. И так же методы dispose, moveNext и reset. Итак, значит, в stack enumerator мы итерировать будем почему? Мы будем итерировать по внутреннему массиву, правильно? Нам нужно обеспечить итерацию по внутреннему массиву. Отсюда мы будем возвращать экземпляр stack enumerator. Соответственно, мы его там будем создавать. А значит, мы можем здесь создать конструктор и принимать здесь массив типа T. Так, назовем его array. И создадим здесь field do. Она будет, пусть у нас будет read only. Так, значит, по классике реализации мы также можем завести, значит, нам у нас итератор, который назовем position. По умолчанию он равен минус один. То есть, когда итератор ни на что еще не указывает. Начинаем мы с нуля итерировать, правильно? Потому что первое число, оно находится по нулевому индексу. Ну, или первый элемент, точнее. Это не обязательно число. Значит, метод moveNext возвращает bool. И говорит он о том, что возвращает true, если дальше есть элемент. А если нету, то должен возвращать false. И при этом он сдвигает указатель, этот самый position. Поэтому мы можем сделать position++ здесь. Прибавить единичку. И вернуть результат вычисления следующего выражения. Если position меньше длины массива, которым мы итерируем, это значит, что следующий элемент у нас есть. Есть куда дальше двигаться. В таком случае вернется true. В противном случае вернется false. Значит, мы доитерировали до конца. Метод reset должен устанавливать курсор, ну, то есть position. Я его условно курсором называю. в изначальную позицию, и она у нас равна минус одному. А current возвращает текущий элемент. Ну, это вообще как бы элементарно, да. Соответственно, здесь просто return. Return array по индексу position. Ну, я сказал, мы его используем как курсор, как индексатор. А у нас, значит, вот этот current, ну, банально можно сделать вот так. Return current. Нормально? Да, он. То есть, возвращает результат вычисления вот этого свойства. Мы просто делегировали, да. Получится, что то, что отсюда возвращается, оно будет завернуто в object. То есть, если отсюда возвращается integer, ну, в данном случае будет происходить боксинг. Но, как я уже сказал, это некое такое историческое наследие. Реально с object'ами сейчас, по сути, никто не работает. Поэтому действительно в ходу будут именно дженериковые члены. Ну, эти члены вообще не дженериковые. Тут просто тупо void. Dispose ничего не делает. Как правило, в 99% случаях энумерейторы не содержат ресурсов, которые мы должны почистить. То есть, удалить из памяти. Вот. Или запросить их удаление из памяти. Мы еще поговорим про эту тему. Вот. Поэтому это мы здесь просто, ну, можем пустую оставить. Пустую метод этот и ничего не делать. Вот. И for each будет работать таким образом, что он будет внутри себя использовать то, что мы здесь реализовали. То есть, он будет возвращать текущий элемент, используя наше свойство current. Смотреть, может ли он идти дальше, используя move next. И продвигаться дальше, кстати говоря, тоже используя. Он будет вызывать move next. Ну, и reset, соответственно, уже устанавливает минус один. И reset также он может пользоваться. Это получается так, что for each, он компилируется в нечто, что используют вот эти методы. Вот так устроен компилятор. То есть, for each – это некоторая конструкция, которая упрощает нам жизнь, чтобы мы в явном виде не пользовались извне вот всем этим делом. Ну, потому что это не очень красиво будет, да? Ну, а здесь мы теперь можем, соответственно, сделать return new stack enumerator. Return new stack enumerator. Передать сюда наш array. Офти. А, у нас, а, у нас items называется здесь. Вот. Ну, а здесь мы можем, опять же, сделать такую же делегацию. Просто вызвать наш get-enumerator generico. Ну, а тут дальше уже будет работа с не-женериковой версией, как бы. Так. Теперь посмотрим сюда. Оп. Ошибка исчезла. Мы теперь можем проходить for each по my stack. Еще раз. Как бы, получается, что вот этот вот код, благодаря этому коду мы можем, благодаря, точнее, тому коду, который мы написали, и благодаря компилятору мы можем пользоваться for each'ем и вот в таком красивом синтаксисе проходиться циклом по итерируемой коллекции. А в противном случае нам бы пришлось делать что-то типа ms. Значит, get enumerator. Что там у нас? var enumerator. pa-bam while enumerator while enumerator move next да, что-то типа того. До тех пор, пока move next возвращает true, да, возвращать, значит, в цикле enumerator.current вот как-то так. Вот что-то вроде того. Вот таким вот образом нам бы пришлось итерировать. Ну, это понятное дело, что это, ну, не так красиво, не так очевидно, не так прозрачно. Вот. Поэтому вот почему важны интерфейсы, собственно. Интерфейс, то есть мы подписали наш my stack на некий контракт, который говорит forEach, что нас можно использовать для того, чтобы по нам итерировать. Вот. И forEach такой, окей, ты реализуешь enumerable, классно. Значит, я могу по тебе итерировать. А по-другому это никак нельзя обеспечить. То есть получается, что my stack подписался на контракт enumerable, реализовал его, то есть поддержал этот контракт. Так, ну и мы здесь можем просто, соответственно, вывести item. Ну, здесь сделаем console.readline, просто подождем. И посмотрим на вывод. Вывод должен быть 3.2.1. Бабам! Получается даже 0.3.2.1. 1.2.3.0. А, так на самом деле все правильно. А почему так получилось? Действительно, мы реализовали-то просто проход по... Конечно же, что я наделал-то. Получается, что нам здесь передали массив, а мы по нему итерируем не с конца. Не с конца, а с начала до конца. Нам по-хорошему сюда еще нужно передать counter. Int, значит... Count. Реализуем это самое. Заведем здесь fill.doom. А здесь будем передавать count. Количество элементов. И нам надо с конца идти, правильно? То есть... То есть... То есть... То есть в position нам нужно в данном случае установить... В position нам надо в данном случае... Я вот здесь тогда вот так сделаю. И инициализирую через конструктор. Вот. И получается... Ну или count. Не array length. Аккаунт. Правильно. Иначе мы будем выводить всякие нули нелепые. Из-за того, что у нас же массив он удваивается. И там всякие дефолтовые нолики. Position. Count. Count. Получается count. Вот. Так. Если нам count здесь теперь нужен, я не уверен. Возможно, что нам вот этот count не нужен. Сейчас проверим. Так. Move next у нас получается... Получается... Значит, мы идем до тех пор, пока position больше равен нулю. То есть мы здесь с конца в начало идем. Так. Position. Да. Да. Мы position модифицируем. Так что counter придется запомнить. Потому что мы должны сюда его переставить. Здесь вот резетнуть его в count. Так. Ну, теперь, надеюсь, правильно. Ну-ка. Control F5. О! 3, 2, 1. Вот. Теперь у нас вывод правильный. Отлично. Да. Так что, извиняюсь. Сам зарапортовался, реализовал здесь и нумератор как бы, ну, уж совсем стандартным. Мы прошли от начала до конца, от нуля до N. А мы запихиваем элементы в массив, чтобы реализовать проход forEach. В общем, как бы именно имплементируя поведение стека, нам нужно сюда еще counter передать и проходить с зада в начало, с конца в начало. А я сделал, как обычно, с начала в конец. Ну, естественно, да. Ну, просто логично, что forEach, если мы воспользуемся обычным стеком, то он также, ну, логично. ForEach должен рефлексировать именно поведение пуш-попа. Пуш и поп-операций. И мы здесь это самое и сделали. Вот таким вот образом можно поддержать оператор forEach. Для этого ваша коллекция должна реализовывать iNumerable. Есть еще более простой способ реализовать iNumerable, который работает не всегда, но зачастую работает. И я его отдельно вкратце упомянул в следующей лекции. Просто чтобы, поскольку это немножко как бы отдельная тема, запихнем ее в отдельную лекцию. Поговорим в следующей лекции о том, как можно избежать вот всей этой писанины в большинстве случаев. В предыдущей лекции для того, чтобы поддержать нашей коллекцией MyStack возможность итерирования по ней с помощью оператора forEach, мы реализовали интерфейс iNumerable. И для реализации iNumerable мы выкатили еще один отдельный класс, StackEnumerator, для того, чтобы реализовать непосредственно проход по нашему внутреннему массиву. И на этом StackEnumerator реализовали iNumeratorOfT. Ну, мы написали довольно много кода, надо сказать. Да, он достаточно тривиальный и тут, ну, он очень простой. За исключением того, что я косякнул, потому что что-то забыл, что мы тут вообще-то Stack реализовываем. Но, короче говоря, здесь, ну, действительно ничего сложного нет. Однако, все-таки, ну, это много кода. Все-таки строчек кода это много. И реально в C Sharp есть одна классная фича, которая позволяет в большинстве случаев вот этой всей писанины избежать, когда мы реализуем iNumerable. Так, я пока вот это закомментирую. Это ключевая реализация. Явная реализация так и будет ссылаться на реализацию неявную. Поэтому с этой точки зрения ничего не изменится. Нам нужно только переимплементировать вот этот метод. Я покажу, как его можно реализовать по-другому. Значит, еще один такой же метод пишем. getEnumerator, но реализуем его по-другому. Тут мы создавали экземпляр нашего enumerator, который реализует iNumerator. Ну, такой straightforward, прямой подход. Мы посмотрели, какой API и сделали все, как от нас, собственно, требует этот программный интерфейс. Выкатили класс, создали его экземпляр. Он реализует iNumerator там со всеми членами. Все довольны. ForEach работает. Классно. Но есть еще одно интересное ключевое слово, которое называется yield. И прежде чем пояснить, как оно работает, хотя мы не будем вдаваться в детали, потому что это будет чересчур, мы заведем здесь простой цикл for. Значит, в этот раз я не буду делать такую ошибку и проходить с нуля до конца не буду, потому что это у нас стэк, а не просто тупо массив или очередь. Значит, начинаем мы возвращать элементы с count-1. Ну, помните, да, мы там в position передавали count и начинали его декрементировать. Шли мы до того момента, когда у нас итератор больше или равен нулю, ну, чтобы по нулевому индексу не забыть захватить элемент. Он тоже человек. И тут декрементируем, да, вместо инкремента декрементируем, потому что мы с конца в начало идем. И вот здесь пишем yield, yield это что-то вроде произвести, если перевести на русский язык. Не уверен, что в нашей русскоязычной литературе там как-то это таки переводится. Yield return, это именно всегда yield return. Yield return и обращаемся здесь по вот нашему индексу. И вы знаете, казалось бы странно, но этого достаточно вообще, чтобы реализовать git-енумерейтор. То есть вот это вот, то же самое, что мы вот здесь писали и плюс вот это написали. То есть вот это писать необязательно. По крайней мере в нашем случае. Как так? А так? Ну то есть где здесь инумерейтор, да? Inumerable мы реализуем, нам надо вернуть некий инумерейтор, а мы возвращаем вообще-то элемент, просто int, используя некое такое магическое слово yield. Как же так-то? Где класс, реализующий инумерейтор? У нас тут был целый класс в конце-то концов. Сколько мы времени и сил потратили? Мы целый класс выкатили, реализовали инумерейтор. А тут просто одно слово. И да, оно решает в данном случае, по крайней мере в данном случае, вообще все проблемы. Это опять же такой компайлер-трик. То есть трюк, связанный с компилятором. Компилятор, когда вот это вот все видит и видит ключевое выражение, так скажем, yield return, он понимает, в какой последовательности вы возвращать хотите элементы из своего массива, ну, в данном случае массива. И он вот это дело все, yield return, он это дело преобразует, то есть компилирует вот что-то типа вот такого, то, что мы здесь написали. То есть реально это можно автоматизировать. Потому что почти все инумерейторы, которые бы мы реализовывали, вот такие вот, они выглядели бы практически одинаково с маленькими исключениями. То есть в нашем случае мы с конца в начало идем, какие-то были бы сначала в конец. Но по сути реализация у них везде практически одинаковая. Практически одинаковая. И почему бы это дело не автоматизировать? И да, разработчики языка C-Sharp это автоматизировали с помощью ключевого вот этого слова yield в сочетании с return. И мы пишем обычный цикл for. Компилятор, тут достаем элементы как нам надо, используем yield return и умный компилятор. Просто я не буду вдаваться в подробности и говорить, что он генерирует, но генерирует он действительно нечто приближенное к тому, что мы тут писали в явном виде. Того, что мы написали здесь, достаточно для того, чтобы сгенерировать кастомный инумерейтор. То есть реально инумерейтор где-то можно сказать есть. Но просто он компилируется. Мы его в программном коде не видим. Но компилятор его сгенерирует. Поэтому, когда реализуете get-нумерейтор, как правило, вы реализуете цикл for, достаете элементы в том порядке, в котором вам нужно, и просто добавляете ключевое слово yield перед return. И все. И вы в дамках. Forage, как видите, до сих пор работает. Можем запустить. Control F5. И мы увидим 3, 2, 1. Классно. Все работает. Вот такой вот еще есть трюк в языке C-Sharp, который делает его еще более приятным языком. Кроме того, yield очень хитрая конструкция, которая вызывает так называемое lazy evaluation, то есть ленивое вычисление. Yield return работает хитрым образом. И если человек в forage не доходит до конца, а, скажем, делает break, скажем, делает break, то здесь не будет совершен полный проход. То есть это работает таким образом, что не сначала вот это все вычисляется и вовне кидается полный список элементов. Полный список элементов на возврат. А постепенно происходит вывод. Постепенно. То есть вот этот код отдает один элементик, этот код его выводит. Если внешний код запрашивает следующий элемент, то этот код его снова отдает. И так далее, и тому подобное. И если внешний цикл прерывается раньше, то получается, что энное количество элементов останется невыведенным, невыведенным, и энное количество раз лишних этот код вызван не будет. Это и называется ленивое вычисление. То есть этот код будет работать столько раз, сколько нужно внешнему циклу. Надо нам забрать пять элементов из десяти. Вернется ровно пять элементов. То есть не будет такого, что этот код сначала вернул все элементы, абсолютно все, а потом внешний код проходит столько, сколько ему нужно. И здесь есть разница. Потому что если этот запрос, он очень дорогой, если есть здесь, например, не пять элементов, а пять миллиардов элементов, то представьте, этот код возвращает пять миллиардов элементов. А если внешнему коду нужно только пройтись по первым десяти, если вдруг это было бы не ленивое вычисление, а здесь был бы возврат пяти миллиардов элементов, или какой-то процессинг этих элементов еще, не дай бог, бы происходил, то внешний код ждал исполнения этого кода бы в вечность просто. Вечность бы ждал. А вместо этого LazyEvaluation дает возможность пройтись ровно по тому количеству элементов, которые запрашивает внешний код. Вот что называется ленивое вычисление. То есть код с YieldReturn вызывается по мере необходимости. Вот в чем еще плюс конструкции YieldReturn. И забегая вперед, скажу, что мы будем смотреть на FrameworkLink, язык запросов, встроенный в C-Sharp. И по сути все там операции, они именно базируются на YieldReturn. Большинство операций, они работают с YieldReturn, то есть имплементируют LazyEvaluation. До новых встреч. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, а комменты пишите под видео. Если не подпишешься, вычислю по IP. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова